По информации регионального МЧС, в крещенских купаниях в этом году приняли участие около 1300 смолян. Это существенно меньше, чем обычно. Иначе прошел праздник и на источнике Казанской Божьей Матери, куда традиционно приезжают десногорцы. В ночь на 19 января от богослужения здесь было решено отказаться. Очень расстроились. Мы ждали с 10 часов, и никто не приехал. А почему решили приехать все-таки? Ну, потому что крещение, традиция. Не изменился настрой и у тех, кто приехал проверить силу своей веры и своего организма. То ли из-за мороза, то ли из-за опасности ковида, но традиционной очереди купели в этом году также не было. Однако это нисколько не помешало верующим полной мере насладиться омовением. Я начинал с этой погоды, поэтому мне морозы наоборот проще залезть, чем в тёплую погоду. Как-то специально готовились к такой погоде? Нет. Местом богослужения в этом году был выбран Богородице Скорбящинский кафедральный собор Десногорска. Прихожан там ждали к полуночи. Праздничную божественную литургию совершил настоятель храма протеерей Виталий. По окончании литургии был совершен чин великого освящения воды. Затем отец Виталий поздравил верующих с праздником Богоявления. И сегодня в праздник крещения мы совершили божественную литургию, великое освящение воды. По традиции оно всегда совершалось на святом источнике в честь Казанской иконы Божьей Матери. Вы это прекрасно знаете, но мы решили немножко потихонечку, это замечательная традиция, немножко её усовершенствовать. Поэтому, начиная с этого года, мы всех наших дорогих горожан приглашаем на ночную литургию в наш собор. А великое освящение воды будем совершать в следующем году, дай Бог дожить, днём. В удобное время для всех, чтобы могли посетить источник, послушать эти песнопения, услышать благословение священника, взять святую водички, искупаться. Ну а те, кто дерзает в эти морозы крещенские, всё-таки ехать ночью на источник, Бог благословит. Это замечательная традиция, главное, чтобы не навредило здоровью.